Сегодня в студии телеканала Амурск главный врач городской больницы имени Марии Шевчук Махмутов Айрат Айдарович. Айрат Айдарович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о плюсах объединения Амурской центральной районной больницы с Комсомольской больницей. После объединения мы внесли ряд изменений в структуру больницы по работе, по оказанию медицинской помощи. Конкретно сейчас после внесенных изменений у нас нет вообще очереди по проведению компьютерной томографии, особенно компьютерной томографии с контрастным усилением, который раньше приходилось ездить в Комсомольск или в Хабаровск. Теперь это можно провести непосредственно в Амурске и не тратить время и средства для того, чтобы можно было провести данное обследование. Мы организовали выездные бригады, которые приезжают из города Комсомольска. Выездные бригады для прохождения диспансеризации. Узкие специалисты, которые вот буквально вчера, позавчера приехали в Ильбан, проводили медосмотр детей. Они посмотрели в общей сложности почти что 300 человек. В первую очередь это же, конечно, провели медосмотр детей, находящихся под опекой. И дальше проводили медосмотр детей в школах. Кроме этого, мы уже закупили большое количество различного оборудования для Амурской ЦРБ и начали его уже поставлять. Можно, допустим, заглянуть в кабинет офтальмолога, который тоже, между прочим, устроился. Мы его переманили из города Комсомольска на Амуре. И теперь в городе Амурской возрослой поликлинике есть свой целый офтальмолог, который очень хорошо работает. И работает он уже на новом оборудовании, которое совсем недавно ему закупили. Также мы очень много купили для развития информационной нашей сети компьютеров, оргтехники, которые сейчас мы полностью переоснащаем, как сам стационар и поликлиники наши. Тоже, когда будете заходить на прием к врачу, можете обратить внимание, как там новые компьютеры, новые принтеры стоят. Ну и так далее. Появилась возможность прохождения консультации узких специалистов, таких как, например, сосудистый хирург в городе Комсомольска на Амуре. Раньше все жители города Амурска и Амурского района для прохождения консультации у данного специалиста ездили только в Хабаровск. Но так как данный врач у нас есть, врач-сосудистый хирург, мы выделяем дополнительные объемы именно для жителей Амурска и Амурского района, чтобы они могли приехать и проконсультироваться у данного специалиста. Ну и таких положительных моментов, конечно же, очень много. Это можно их перечислять, перечислять и перечислять. После объединения мы поменяли также маршрутизацию пациентов с болезнью системы кровообращения. Сейчас все инфарктные и инсультные пациенты, которые по тем или иным причинам могли получать и получали частичное лечение здесь, в городе Амурске, мы всех их отвозим в город Комсомольска на Амуре. Это позволяет максимально короткие сроки оказать необходимую высококвалифицированную помощь, зачастую это в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Также для пациентов с ОНАМК это инсульты геморрагические и шимические. В первые сутки после того, как они приехали и были госпитализированы, получить доступ к реабилитации. Наша больница, она единственная, кто в городе Комсомольске имеет данный вид медицинской помощи. Потому что реабилитация в максимально ранние сроки значительно улучшает качество оказания медицинской помощи для инсультных пациентов и значительно снижает последствия перенесенного инсульта. В связи с объединением больниц планируются ли выплаты компенсации за проезд тем людям, кого отправляют на лечение в городе Комсомольск на Амуре? Пациенты, которые направляются для прохождения лечения или для консультации специалистов, они уже и до этого имели возможность один раз в год компенсировать свой проезд при предоставлении необходимого пакета документов. А для онкологических пациентов это можно было компенсировать столько раз, сколько, допустим, он ездил для консультации, обследований или для получения лечения. Ничего этого не изменилось, поэтому при предоставлении необходимого пакета документов, конечно же, оплата будет проводиться, компенсация именно проезда. А куда людям стоит обращаться за компенсацией? Пакет документов у нас готовят в поликлинике, там дают перечень, это же, конечно, документы, направления и результаты проведенного обследования. Все это прикладывается и все, отдается в бухгалтерию и перечисляются необходимые средства уже на счет того человека, который ездил в город Комсомольск на Амуре. Айрат Айдарович, почему на данный момент больница прекратила предоставление платных услуг? Жителям приходится ездить, опять же, в город Комсомольск на Амуре для прохождения медицинских комиссий, что на самом деле, как вы сами понимаете, не совсем удобно. Да, данная ситуация не очень приятная у нас возникла после объединения в связи с тем, что в больнице полностью меняются реквизиты, меняются документы, все это вносится какие-то там свои бухгалтерские, скажем так, вещи. Но сейчас мы практически в полном объеме уже восстановили возможность прохождения медкомиссии, допустим, медкомиссии на получение оружия. Сейчас мы уже решили практически все проблемы по медкомиссиям, по правам. Я думаю, что сейчас у нас буквально на днях приходят необходимые заказанные талоны, там все остальное. И мы в полном объеме будем предоставлять именно прохождение медкомиссии. Мы даже планируем некоторые направления расширить по медкомиссиям. Самый волнующий вопрос, какие работы проводятся для привлечения узких специалистов к нам в больницу из других регионов? Да, это не только для амурчан, но это и для конкретно нас, и для министерства нашего, для правительства. Один из важнейших вопросов именно кадровый вопрос здравоохранения. Я признаю, что у нас действительно есть проблемы по узким специалистам, но мы очень целенаправленно и много времени выделяем именно для привлечения как готовых уже специалистов, так и привлечения выпускников медицинских университетов. Мы ездим на распределение в наш медицинский университет, город Хабаровск, ездим на распределение в соседние регионы. Вот в прошлом году мы были в городе Благовещенске на выпускном. Мы себе забрали пять студентов, оттуда выпускников именно Благовещенского университета. При том, что среди этих выпускников был лучший выпускник курса. Вот, поэтому это можно с гордостью сказать. Сейчас кто-то из них уже приступил к работе, кто-то проходит ординатуру, но в ближайшее время данные специалисты, они все придут работать. Также в прошлом году мы ездили на распределение в город Чита. У них тоже там большое медицинское учебное заведение, выпуск у них тоже очень большой. В этом году также планируем мы поехать туда. Также очень стараемся активно проводить работу с нашими выпускниками школ для привлечения их, это профориентация, для привлечения их, для поступления в медицинский университет наш. И пользуюсь возможностью, сегодня здесь находясь, я хочу обратиться к выпускникам и родителям выпускников города Амурска и Амурского района. Если вдруг у вас возникло желание поступить в медицинский университет и связать свою жизнь со здравоохранением, мы готовы выделить целевые направления, что значительно облегчит поступление вас в наш медицинский университет города Хабаровска. Очень активно проводится работа по привлечению врачей из других регионов. Если взять в пример прошлый год, 2023, порядка шести врачей приехало в городскую больницу имени Шевчук. При том, что приезжают они с разных мест. Есть специалисты, которые приехали из Москвы, из Казани, из республики Башкортостан. Да, я сам был немножко удивлен, но вот мы встречаемся с докторами, разговариваем, неважно где, мы в командировке, допустим, или в отпуске, или кто-то как-то находит контакты. Представляем, какие условия у нас есть, они соглашаются и приезжают. При том, что некоторые из них до такой степени хорошие специалисты. У нас заведующая кардиология, она приехала из города Казани. Работает очень хорошо и данный специалист просто на новый уровень вывела оказание медицинской помощи по своему направлению. Какие условия вы предлагаете специалистам, которые, возможно, захотят приехать к нам? Конкретно в городе Амурске мы можем похвастаться, благодаря сотрудничеству с полиметаллом, мы можем предоставить тем специалистам, которые приехали к нам и трудоустроились, комфортное жилье, где проведен капитальный ремонт, куда закуплена мебель. В некоторых квартирах даже робот-пылесос есть. Самое главное, чтобы доктор приехал, увидел все вот это, то, что мы ждем, мы заботимся и делаем так, чтобы доктор, который приедет к нам на работу, уже не думал, как улучшить свои жилищные условия, а думал только о том, как хорошо работать, чтобы помощь оказывать людям. Также мы предоставляем подъемные в рамках программы «Земского доктора». Некоторые наши отдаленные участки также входят дополнительно в программу по Сберкапиталу и сами предоставляем очень хорошую заработную плату. И при приезде к нам 200 тысяч рублей подъемных – это от больницы. Конечно же, что немаловажно, очень дружный и хороший коллектив, который будет встречать. Очень у нас много в последние годы появилось молодых специалистов. Коллектив очень активный, хороший. Вот это тоже очень-очень немаловажный вопрос при трудоустройстве. Айрланд Айдарович, давайте поговорим немного о наболевшем. Амурчане жалуются на проблему невозможности попасть на прием не только к узким специалистам, но и к терапевтам, фельдшерам. Приходится для записи приходить в поликлинику в 5-6 утра. И то не всегда получается в принципе записаться. Не хватает либо талонов, либо люди просто не дожидаются своей очереди, потому что идет живая очередь. Потому что после нашего объединения еще не все люди перекрепились к новой объединенной медицинской организации. Поэтому через госуслуги иногда не получается записаться на прием. Что дает возможность записаться на прием через госуслуги? Самое первое и самое главное, после того, как вы записались, вы просто проходите мимо регистратуры. Вам даже туда заходить не надо и спрашивать ничего не надо. Вы идете напрямую на прием к тому специалисту, к которому вы записались. Это экономит ваше время, экономит ваши нервы, экономит время тех же регистраторов, которые работают в регистратуре и, допустим, занимаются теми людьми, которые по той или иной причине не смогли записаться. И, соответственно, эту работу они сделают намного быстрее. Учитывая, что сейчас у нас действительно есть кадровый дефицит, у нас немного не хватает терапевтов, фельдшеров, участковых, наши врачи работают с большой нагрузкой. В любом случае работают они до последнего человека, который пришел. Даже если он не записался, каждого из них примут и посмотрят. Если вдруг человек обращается экстренно, обращается экстренно, у нас есть кабинет неотложной помощи и доврачебные кабинеты, где можно, минуя или не доходя до врача, получить, допустим, направление на флюорографию, направление на сдачу анализов, записаться для прохождения диспансеризации. И получается, практически некоторые этапы к врачу не надо приходить. А уже, допустим, с готовыми анализами, обследованиями, рентген, ЭКГ, флюорографию, с ними уже попасть на прием к врачу. То есть вы не ходите к врачу два, три, четыре раза, каждый раз, чтобы направляли вас на анализы. Вы пришли, получили направление, и уже с готовыми анализами один раз приходите, тем самым сокращается автоматически очередь, потому что посещений будет одно, ну максимум два. Вот. И это позволит, с одной стороны, уменьшить очередь, с другой стороны, очень сэкономить вам время. Айрат Айдарович, предлагается ли пациентам санаторно-курортное лечение? Разумеется, у нас есть направления в таких санатории, как, например, Анинские воды. Данные направления, они приходят к нам, путевки, вернее, правильно сказать. Ежемесячно. И по необходимости те люди, которые нуждаются именно в санаторно-курортном лечении и не имеют противопоказаний, мы их направляем для получения, прохождения этого бесплатного санаторно-курортного лечения. Расскажите более подробную схему, как записаться на прием к врачу через портал госуслуг. Портал госуслуги позволяет значительно сэкономить время, нервы и деньги для человека, который хочет через них записаться. Значит, надо зайти на свою страницу на портале госуслуг, и там одна из первых ячеек записаться на прием. И надо выбрать ту поликлинику, к которой ты прикреплен. И дальше выбрать специалиста, к которому вы хотите попасть. Значит, перечень специалистов довольно-таки большой. Время обычно расписания на две недели вперед выкладывается. И человек выбирает удобное для него время. Желательно, конечно, не со всеми вместе в 8 утра прийти. Например, наши врачи и терапевты, и поликлиник у нас работает до 7 часов. И поэтому в любое из этого времени можно спокойно записаться и прийти. Допустим, после работы. Или какой-нибудь, допустим, в субботу, если там есть выложено это расписание. И уже в назначенное время прийти. Я стараюсь и постоянно провожу производственные совещания на работе, чтобы те люди, которые записались на определенное время к определенному специалисту, попадали в то время, в которое они пришли. Потому что у кого-то дети дома, кому срочно надо, у кого-то работа. Или другая какая-то причина, которая непосредственно повлияла на выбор данного времени. И если вдруг возникают такие моменты, когда человек, неважно по какой причине, не может попасть в назначенное время, вы можете обратиться к заведующей поликлинике, чтобы данный вопрос мы решили прямо на месте. Потому что запись, она для того и существует, чтобы человек пришел и попал в это время на прием к этому специалисту. Если вдруг через госуслуги не получается записаться, там есть несколько причин. Первое. Действительно, человек может быть не прикреплен к нашей медицинской организации. Человек, может быть, не полностью авторизовался еще в системе госуслуг. Это такой вариант тоже есть. Или, возможно, появились какие-то сбои при внесении данных по приему докторов. Это уже проблема, которая возникает с нашей стороны. Значит, если у вас возникла такая проблема, вы можете позвонить в регистратуру. В регистратуру лучше звонить, конечно же, не в 8-9 утра. Это самый-самый пик, скажем так, обращений и звонков, чтобы разрядить, скажем так, обстановку. Очень много времени тратят наши регистраторы. Но можно чуть позже позвонить. Там уже будет более свободно и больше времени смогут вам уделить. В ближайшее время мы планируем на наших регистратурах во взрослой детской поликлинике завести искусственный интеллект. То есть ваши звонки изначально будут обрабатывать искусственный интеллект робота. Он автоматически сам может вас записать. Некоторые проблемы может решить, сориентировать, допустим, чтобы вы могли после звонка непосредственно перевестись на нужного вам специалиста, а не позвонить, допустим, в регистратуру, дозвониться с 3-4 попытки, потом вам дадут другой номер, по которому надо позвонить, потом по этому номеру еще 3-4 звонка, и по итогу ничего не добиться. А именно данный сервис нам позволит, во-первых, максимально перевести быстро, допустим, для необходимого специалиста, необходимые вопросы решить. Второе, записать ваш звонок, потому что вы можете позвонить с обращением. Данное обращение, оно записывается, операторами полностью обрабатывается, и необходимые данные передаются уже непосредственно, допустим, на участок к врачу. И врач, даже не получая звонка, и даже регистратура не получая звонка, врач уже получает информацию о том, что да, действительно, такой-то, такой-то человек нуждается, допустим, в посещении его на дому, допустим, хочет получить какую-то справку, ну и так далее. Там сервис это очень-очень широкий и развивается. В ближайшее время, я думаю, что мы его реализуем здесь. Айрат Айдарович, я вас благодарю за подробные ответы на вопросы, которые предоставили жители нашего города и района. Спасибо вам большое. Ждем вас еще к нам в студии. Я с удовольствием, конечно же, вам приду. Значит, с администрацией города Амурска мы запланировали данные мероприятия на регулярной основе, поэтому, если вопросы возникают у горожан и жителей района, они могут обратиться на этот сервис. И мы уже будем знать, какие проблемы и в каком направлении. Нам надо особенно приложить усилия, чтобы ту или иную проблему решить в максимально короткие сроки, и чтобы эти проблемы вообще у нас никогда не появлялись больше. Продолжение следует...